Субтитры делал DimaTorzok В самых ключевых моментах В конце концов, Кита и Сирсон 2 в 5 Ну давай посмотрим, будет ли тут какая-то надежда Уже нет, Кита, конечно, свой минус сделал Но Бустер врубает Сирсона И, конечно же, легчайшее завершение этого раунда Для ребят из команды Virtus.pro 4 против 1, поставили бомбу, удерживают Знают, что Кита за воротами Находится ближе к миду Даже вот пытается здесь его настрелять Кикерт, уже и Бустер в тэшке находится Ну, пока Кита не сдается Но раунд, конечно, ему здесь явно не выиграть Неплохое начало для ВП Санджи стрелить, там гуся поджарить Но еще и под флешечку выйти Ну давайте смотреть, пошла Атака Тапсон, финшаем Погибает и Киндор Остаются в меньшинстве игроки Virtus.pro Летит коктейль Молотова на подъем Сирсон Ходит туда-сюда, пытается перестрелять Зиг, пока не выходит Но напомню, Virtus.pro в меньшинстве Очень важно сейчас Санджи успешно Зайти через длину, он, соответственно, разобраться с оппонентами не смог И Бустер, в конце концов, последним остается игроком у Virtus.pro Но вот какая-то не самая крутая раскидка Неподходящий выход от ВП только что мы видели на апплэнт Ну все ожидали, B.I.G. и 5-зиг реально тут было наказано И ХАЕшки туда Должно разобраться, куда эти все гранаты использовали ребята из команды ВП Но раунд ужасный Бустер сейвит калаш Главное не умереть сейчас после таймера Ой-ой-ой-ой-ой Тут еще и загнали, забрали девайс Короче, жестко беги, все переворачивайся Ну да, скорее всего, все-таки из-за той потери экономики и смерти после таймера Все-таки решили подзапорчиться Сейчас полноэкономически Причем с минусом на центре Павел Сантарес Больше-то никого тут нет, но Кита все-таки неплохо отыгрывает в окне Хорош Джейм, правда, просел Можно установить бомбу, заработать деньги У Джейма калаш было бы неплохо, наверное, передать его Бустеру У него все-таки 100 хп Бустер играет у окна Джейм как раз-таки к нему бежит Нет, все-таки остается САК Бустер слышит окно У него Глок видит оппонента, подбирает М-ку Взрывает, правда, Джейма бустер Разваливает Тизиан, остается один в один против Скаута Вот это жесть Какой раунд можно случить? Объединение тащит этот раунд Пять Глоков было у команды Virtus.pro Должен душить, поможет ли Тизиан с длины Ну, увидим Нет, не дожимают все-таки снайпера Понимают, что кто-то мог его прикрывать Просто поставили бомбу И вот теперь очень важный момент Апсон забирает еще и кикер-то И Киндер играет в Смаке Подошел Джейм, пытается настреливать через Смак Джейм падает, бустер уходит И Киндер остается один за ящиком Один против троих Уработал картинку Он видит двоих на спуске И все-таки этот раунд берут беги Ну вот, все классно у ВП В не самом удачном месте 9 секунд Бомба только сейчас подобрал кикер Начинает ее устанавливать Успевает Нет, пробует Все-таки снизу его никто не атакует Бомба стоит Сантара заглазит на ящик Минус кикер Последний Джейм один против двоих У Джейма все в руках Его чекает снайпер Джейм забирает Сирсон Остается один на один против Тизиана У Тизиана аук Тизиан просто жестко его смотрит Джейм пытается понять Где же все-таки находится оппонент Тизиан его насшивает через этот ящик И все-таки Джейм этот раунд отдает Но хорошая попытка Однако счет 4-4 Ну, найс трай Найс трай Действительно ВП Отличная игра Осталось проверить единицу гусь-картинку Здесь один Якиндер играет На картинку флешечку просто положить И все Анин вообще перешили Да, вот так вот сделать Интересная тактика Тапсон Какой спрей Ну, Якиндер четкие два хэдшот в спину Остается на бпленте один Кита Именно от него зависит Судьба раунда Сирсон зацепил Там развеялся смок Он просто двух только что Убегающих в воротах Мидлаза Стрелял с авиком Ну, вот нам просто Дает инфу, что вроде в мидл не вышли Но при этом еще тэшка может быть Попал, попал кикер Но через ящик второй раз попадают Не ждут второго Не ждут явно здесь Ксантареса И 55 хп остается 4 у бустера Но сложнейший клатч, конечно Ксантарес Фейкует бустер Бустер пробует забрать Какой прыжок Он успевает ставить бомбу 4 хп Все в руках бустера Какая ошибка у Ксантареса У Кита При этом Мавик Он промакивается Бустер за ящиком на пленте Пробует аимить Какой напряженный момент Как же важно тут выиграть Но все-таки Кита попадает Красавчик Бустер Не дают бустеру Хотя вновь Найстрай По крайней мере минус 4 пушки Получилось Оформить ВП в этом раунде Но хотелось бы уже выиграть раунд Седьмой для БиАйджи Ну бомба была Это очень активно в зиге Да вообще 3б перестроились Тут БиАйджи Больше переживают за центр карты За сплит на эту точку Ошибка от Сантареса Отличная игра от Якиндрас Мак десятым Кикерт уже в зиге Но здесь мы видим агрессию Под стеночкой к нему Уже подкрался Тизиан Минус Кикерт И вот чуть-чуть поменяли игру Беги И по-прежнему сложно Но здесь раунд с такой закупкой Конечно же Взиглов не всегда будешь попадать Но по крайней мере Джейм пока еще бьется Как Тигр И на него надежда В этом раунде Он со своим навиком Еще может перевернуть Тягивается к своему тиммейту Ну и оба попробуют Выйти именно на Б-базу Кита правда прячется Джейм все-таки ставит Это попытка взятия Плэнта Б И она может увенчаться успехом Для ВПМ Сирсон Видит как один из оппонентов Пропрыгнул Попал только что по бустеру Оставил ему 10 кп Но тут авик Ай Джейм Как же было сейчас важно Все-таки сразу добивать Коктейль молотого в окно Прилетает флэш Тизен под нее врывается Джейм слепым Ничего сделать пока не смог И все-таки Сирсон на размене И вот снова клатч И снова ВП его проигрывает 9-4 за биг Так ребятки А ну посчитайте Сколько уже ситуации 1-1 было Ну вот как минимум 3 Может Спирит Прекрасно знают Как играют наши команды Ну и Киндер пока Ух хорошо Здесь просто уничтожил В зиге Сирсона Прогнал И чуть ли не в соло Уже можно сказать Выиграл раунд Но правда Тизен еще бьется Санжар не поджимает в спину Но по крайней мере Атака вышла Ой Санжар уже умирает на пальме По крайней мере Атака вышла На точку И ставит бомбу Но уже в меньшинстве И еще и ХАЕшка плент залетела Кикер Как же он не перестреливает Ксантареса Тизен ждет своего тиммейта Сейчас оба выйдут Через старт Джейму при этом удалось Поработить Ксантареса Джейму остается в ситуации 1-2 И Тапсон снова хэт Вот это жесть Кикерты И вот-вот начнется выход Китом с авиком Проверяет сейчас коробку Ксантарес разбирает Санжек Ксантарес падает за иксом Кикерт Минус Тапсон Кита с авиком Пока что играет У воротки Ну тут Я не знаю Что должно произойти Чтобы они взяли этот раунд Там еще и флешка Вот пошла флешка Кита Минус от Икиндера Только пришел Сирсон Тэшка Уже бомба тут готова взрываться Вот Сирсон дает минус Дает флеш Но уже по-моему Они не успевают Банально раздиффузить плент Как говорил Сеня Тут бы Когда идет игра Надо играть В защитку Выход в центр От команды БИГ И сплит Б Сейчас двое верхней тэшки Вместе с Бомбой Начнут свой заход Икиндеру нужно как можно быстрее Там либо переключиться Да он Еще делает минус С кикертом Да они жесткие Здесь на Б Вообще никого не пропускают И Бомба уже убегает Понимая что здесь ловить нечего Но в центре Кита походу Решил устроить переворот Дал два минуса Но все-таки Джейм его допилил И три в один Клач для Сирсона И Сирсон летит на установку плента Сирсон выходит сейчас С глоком на плента Но сразу же ловит Вообще в защите другая команда По крайней мере Эти первые раунды ребята из ВП Санжи падает у нас в яме Тизиан неплохо Джейм уработал его в ответ Продолжает работу на длине Видит тень Сирсону при этом удалось забрать кикерта Кикерта в ответ по Китто И Сирсон выигрывает эту перестрелку Соответственно дорога к пленту открыта Хотя не пройти-то просвет И думал видимо Сирсон Что тиммейт как-то прикрывает И Киндер как же здорово отыграл С макет Не топает Санжи Просит помощь Гранату Или просто Джейм станет Гранату Там спрефа Тизиан Дал вот это да Неплохо Тизиан разбирает Санжи Погибает кикерта И Джейм тоже падает Остается последний игрок защиты И Киндер не чекает Контролить бомбу Да 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 Подсказывают по-любому тиммейты Главное просто попасть Ооооооу Но мы видим, что Сирсон жестко поменял позицию. Отличный минус от Снайпера. Падает Плэнд. Кикерт есть минус. Один на один. Вновь один на один. Да сколько можно? И вновь это Ксантарес. Но теперь у Джейма кулловый. Ксантарес 29 кп. Джеймс с Мкой. Обходит его справа. Нет, возвращается налево. Ксантарес. Игра один на один. И Джеймс все-таки берет этот раунд. Поздравляем Virtus.pro. Счет 11-11. Бомба раздефужена. И все становится снова неплохо для ВП. Однако... Треть ворота с КТ. То есть, ну тут просто все на Экиндере. И походу придется вновь идти на ретейк. Начинается раскидка гранат. Спреет Экиндера. Не хуже топит, чем из Ауга. Разбирает двоих. Бустер при этом был за воротами. Откидывает ХЕшку. Но не он с шлитным навесом. И можно еще немножечко подкинуть. Не ваншотит по Кикерту. Знает, где находится Сирса. Нужно его тут дожимать. Но он бьется, как тигр в этой позиции. Забирает Кикерта. Забирает Джейма. И раунд проигран. Люто-люто беги здесь. Заходят на точку Б. Ну, по крайней мере, сейвится АВИК. Там, по-моему, Смок был только что в пятачке. Они не могли выйти так долго. Насколько я понял. Или не было. Не обратил внимания. На Иксе. Это Смок. Джейм ничего не видит. Запрыгнул на Икс. Пошла раскидка. Джейм не пустил префайр в этот Смок. Якиндер забирает тизенок. Сантарес падает. Минус кита. Отличный форс раунд от команды Virtus.pro. Может получиться. Остается один Сирсон против пятерых. И это раунд для ВП. Который стоит на точке. У дыгов здесь просто. Дым из длины залетает на позицию снайпера. Там либо дегла. Просто когда летит дым. Ой-ой-ой. Выходит Зиг. Параллельно даже без флешки. Да, тут жестко засчитал от Апсона. И начинается все с лютого интрикила. Прочитал действия Кикерта. Приблизительно уже понимают, что происходит в этом раунде. Но вот поджим наконец-то вновь вспоминает Якиндер. Но как же неудачно все получилось в этой ситуации. Возможно стоило все-таки немножечко, когда играешь в меньшинстве. Чуть хитрее сейчас сыграть. Там не стрелять. Там подобраться. Может быть там в спину. Как это получилось на гусе. Санжа падает на спуске. Бустер при этом ловит кита. Это бомба. Действительно 25 секунд до конца. Но все-таки большинство хорошие у команды B&G. Ничего они уже в этом раунде не боятся. Идут в направлении B-базы. Ставят бомбы. И для этих ребят все хорошо складывается. Надо сейвить походу люто, да? Потому что вообще все плохо. Да, там денег нет. Так, это 14-й для B&G. Смотрим. Джейман 0. Да и наверное 15-й. Если опять же не возьмут сейчас раунд. Даже не с одним авиком. Просто с пистолетами будут играть в ВП. С ГТ. Но нужно вырубать. Нужно вырубать ребятам. Но гранаты здесь очень шикарные. Раскидка великолепна. Кита поймал флешку. Хороший минус. Кита падает. Бустер отъехал. При этом у кикерта автомат Калашникова. Знатный спрей. Разобрал троих. Сирсон отвечает в P250. Подходит вся команда Virtus.pro. Ситуация 1 в 3 для Сирсона. Пытается отстреть игрока на бусте. Там уже единица должна идти. Сан же ставит точку в этом раунде. Вшел тиммейт. В центр уже вышел. Кита, посмотрите, здесь беспределит между Моликом и Смаком. И на длине сейчас выйдет бомба. Ну, там, кстати, бомбу можно остановить. Сейчас смотрим, как играется Андрей Джейм. Коктейли Молотова на длине. Флешки Тапсун. Как же уверенно действует работяга из команды B.A.G. Тапсон еще один минус. Остается бустер. Игизинти и Киндер. Последний один против троих. И, естественно, отчаливает в этом раунде. Да, Бигги, несмотря на все свои ошибки, выигрывает карту ДАС-2. Ну, хороший был матч. Игизинтирует, что все-таки на Дасте они играют... Ну, не, просто, знаешь, если даже не играют агрессивно под стеночкой на чек. При этом, по-моему, они не знают, что на бревнах сидит бустер. Но как же по нему попали. А кикер-то при этом просто-напросто взрывают хаешками. В конце концов, команда Virtus.pro начинает в меньшинстве. Три в пять. При этом еще и ложный там поджали. Сейчас игроки защиты. Сантаарс должен спину делать минус. Понимает, что на центре икиндер. Тут уже зажимают икиндера со всех сторон. Ой, 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 не залетает. Не залетает. У икиндера все хорошо. Попал неплохо. Сейчас еще второго работает. Нет. Сирсон в ответ по икиндеру. И, в конце концов, GM1-4. Так. Ну, тут уже, да, надо брать папский клатч. Просто пойти и всех развалить. Но это нереально, походу. Тут такой настрой у ребят. Скотт, который расположен в правой части экрана. Он дает вам возможность застраховать вашу ставку. Кикер. Оу, отлично врывается. Размена Тизи. Она, вот честно, по гранатам почти на все хватила. Там буквально парочки флешек кому-то. Бананаджат 4 в 4. Шансы хорошие. Смог на плюс. Ошибка от защитника. Бустер уработал, ну, одного-второго. Дорога к Б-пленту открыта. И, естественно, Ксантарес и Кита, несмотря на Фамасы, могли бы уйти на сейф. Бустер. Еще один минус. Это уже квадрис. Раунд вопрос. Вот, каким образом они будут отыгрывать. Возможно, да. Тутер выходит. Но все-таки до конца не пошел. Его, кстати, наверное, было видно с этой подсадки. Икиндер кушает зелень. Тапсон падает. Ну, и немного не подрасчитали. Все-таки со смоками. В итоге не откинули их на центре. И, соответственно, ВП успешно заходят на Аплент. Икиндер на дефолте. Пытается забрать игрока под библиотекой. А на пленте-то Икиндер не проверил. Ловит несколько хэдов. Погибает. Сирсон открылся. Играет за дальним ящиком. Еще один хэдшот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кита минус Санжи. Что творят ВП? Как они такое могут отдать? Два в четыре. У Ксантареса, напомню, Фамос. Бомба лежит далеко за сигареты. Забрать ее будет трудно. Оба игрока ВП действуют через короткие. Разбирает Кита. Кикерт. Видит Ксантареса. Открывается игрок в больших песках. Не до конца. Кикерт падает. И Сирсон ставит точку. Треть. В этом нет какого резона. Короче, полный фарш. Все смоки хотят играть. Я понял. Вообще по-плотному тут решили играть ребята из БИГ. Ну, давайте смотреть. На самом деле все пока просто. Бустер забирает Апсона. Сирсон вслепую все-таки делает этот минус. Доволен. Уходит на точку. Но уже идет выход на плент. Бомба. Да-да-да. Идет на плента. Начинается заход от команды ВП на точку А. И Киндер пробует зайти. Там уже Кита с Калашом. Уже всех потушат нормально. Нет. Джейм все-таки сумел его расконтролить. При этом Сирсон пришел в библиотеку. И неплохо отыгрался ВП. Санжи последний на сене. Делает минус. Тизен падает. 35 хп у Санжи. Сирсон 73. Один на один. 30 секунд до конца. Бомба очень неудачно лежит для Санжи. Нужно заходить в большие. Пытается его перестрелять Сирсон. Санжи в ответ. У него автомат Калашникова. Сирсон поменял позицию. Санжи не догадывается. В итоге Сирсон этот клатч берет. 4-4. И... Читает. Потому что, опять же, ходили на Б, все получалось. Пошли на не получилось. ВП в итоге решили так сразу просто. Оп. Ну давайте на Б ходить. И Сатара срывается. А это третий игрок под флешку. Да, да, да. Еще двое. И при этом там двойка пошла разводить. Это и Киндер. Да. Но перед тем, как и Киндер дошел до медла, вообще там еще даже не успел достать гранаты. Здесь ребята на Б вышли под флешку. Увидели кучу игроков атаки на банане. И в принципе раунд просто ломается у ребят из Virtus.pro. Санжи и Джейм пытаются вытащить. Два в четыре. Кито просто не оставляет шансов. Минус Джейм. Минус Санжи. Пятый раунд для команды B.I.G. Банан только занимают. Там сейчас ребята тоже могут выйти, дать все гранаты, просто чтобы Тизиан сыграл спину. Бог там, он еще так играет неудачно. Да, да, да. Какой ужас. Ну а тут Апсон просто пришел с банана и всех уничтожил. Апсон остается один на гробах. Ну и Киндер может его вырубать. Он нашивает, он настреливает. Тем временем подсадочка на клумба. Вот это опасно. Джейм умер. Ксантарес видит еще одного, падает. Коктейль Молотова нет, не сгорает. Но Сирсон добивает бустера. Ситуация 2 в 2. Сирсон ошибается. Тизиан врывается. Ловит первого, уходит назад. 13 хп у него. И Киндер падает на кафель. Один на один. Тизиан действует. Видит ножку. И все-таки Киндер заметил его первым. 6-5. ВП берут. Ситуация 3 в 2. Два игрока на дуге у B.I.G. Ну и довольно быстро они здесь оказались. Хотя Санджик чекает. Первого уработал второму. Он его хотел точно так же дать в глаз. Но погиб от Тизиана. И в конце концов игрок команды B.I.G. Остается один против двоих. Играет на кафеле. Игра на размене должна быть. И Киндер смотрит. Джейм прячется. Только и Киндер качает. Джейм выходит. Все просто. 7-6. Тут какой-то проходной половине. Но уже видите. Санджар контролит поджим ковров. Уже был случай. И здесь даже два игрока УВП. Работают на этой позиции. Но это не мешает. Бегаем и продолжаем делать эти минусы. И Санджара еще забрали. Слушайте, сегодня вот Аплент вообще красавчики. Поджим с Аплента хорош. Кита вешает минус. Да ладно, парни. Ну что, мы еще один раунд проиграем на деглам. Как раз Молик сейчас зайдет за тройку. Прямо под ноги Джейму. Не, ну в любом случае. АВП есть и коллаж. Бустер. Ай-яй-яй. Нет. Чуда не произошло. Идеально, конечно. Доиграли. Беги. На коврах рядом с ним Санджи. Оба пропускают сейчас ребра. Слышат. Дают инфу. Предупреждая тиммейта, что по идее те могут уйти на точку БМ. Тизиан удалось уработать Санджи при этом каким-то чудом. Джейм, конечно, сыграл на размене. Ох, а обходят через шорт. Соответственно, Кита нивелирован. Ксантарес ловит смок. Китал убьет Кикерта. Да, Сирсон при этом словил Джейма. Ксантарес жмет. И Киндерс забрал Тапсона. Ситуация 2 в 3 в меньшинстве Бейджи. Кита так никого и не убил пока, что Кита только сейчас открывается. И Виртус Про берет этот пистолетный. Может, Кикерт впишется сейчас на малых. И нет, они уже зашли в арку, услышали Кикерта и хотели ему прописать. Смотрим за Джеймом. У него вообще 5 килов после первой половины. Грустная стата. Размен Тапсона. Что происходит? Какой же классный форс. И на B1 бустер. Ну, вновь 12 хп. Но тут что ты сделаешь? Слушай, неплохо, конечно, действовали Бигги. Слишком агрессивничал, естественно, и Киндер. Убив его, Бигги для себя все решили, все поняли. Но ты поняла, что зарешала, да? Но индивидуально они хорошо сыграли. Взошел в арку игрок. И просто с деглом сначала накидывается смачок под библиотеку. Выход на ребра. Ксантарес пробует зайти на зеленку. Видит игрока в арке. Падает от рук Санжи. Бомба по-прежнему в яме. Санжи пробует жить, не тужить. Тизиан все-таки с ним справился. Но Санжи красавчик сделал два минуса. И несмотря... Накинул смок, но боится выйти. Все-таки Тизиан пойдет первый. И ждет смок, ждет смок. Там уже спину поджимают два игрока команды Virtus.pro. Выключили бустера. Беда. Ставится бомба. Два банана. Здесь Тизиан уже готов принимать Джейма. Джейма еще не включил зум. Уже отлетел. Да ладно. Ну и, конечно же, с АВП, с четырьмя АМ-ками работают ребята из команды Virtus.pro. Три первых армора, два вторых. По гранатам, ну, все неплохо. Ну и Киндеррой вылетает на банан и отлетает от Сирсона сразу. 4 в 5 ситуация. Снова в меньшинстве ребят из Virtus.pro. Джейм решил отстрелить дугу. У него получилось, но при этом просил от... Сплитбэ прямо сейчас. И все зависит от Тапсона и Сирсона. Сирсон ждет поджима с шорта. Проверяет поджим ковров. Джейм... Ой-ой-ой, тут какая ошибка может случиться. Что творит Тапсон? Он и кикер-то вырубил, и Джейма заметил. По коврам идет бомба. Сейчас ковры могут не смотреть в этой ситуации. И Тапсон... Да что ж ты делаешь-то? Еще один... Сирсон плент тушит. Ну, хорошо. 1 на 1. Санджар остается. Ну, как так? Черт возьми, что происходит? Какая-то магия от B.I.G. Они сегодня на кураже. Санджи. 1 на 1 против Сирсона. Сирсон меняет свою позицию. Играет через ковры. Санджи при этом уже на пленте. И без гранат. Да, тут босмачок подкинуть. Так, ну давайте смотреть, друзья. Санджи пошел в ковры. Не ведется на это Сирсон. Но сколпит. И как же он это шикарно все проворачивает. Ну, очередной клатч от бегов. Как же... Ты иди, не знай. Займи плент. Поживи. Ну, ну... Да, да, да. Вот так вот как-то. Все, заметили. Шорт. Тюрьма. Не чекается. Но это не первая позиция, да, которая будет смотреть возможный игрок шорта. И бустер. Один в два. Ну как же, как же они вновь... Еще один клатч, походу, или нет? Или все-таки бустер... Ксантарес. Один на один. Бустер лучший. Как минимум, это матч для ВП. Но этого мало. Ксантарес перестреливает его. Так, все прекрасно понимаете. Выход на центр. Четыре по второй длине. Под флешки просто залетают на мидл. Здесь кикерт. Там полуслепые ребята. Сами пострадали, по-моему, от своих же флешек. И в итоге легчайшая для кикерта. И пока еще остаются в игре, ребята, из команды Virtus.pro. Иди же ты сюда. Минус четыре. Для мидл. Но Джейм там, наверное, не планировал проверять центр карты. И так бы заметил, что здесь Сейм. В принципе, мог и на Сирсона нарваться. Разменчик. Есть инфа по кикерту. Есть игрок на коврах. И можно через Лонгман сануться. Что-то вообще нет инфы по кикерту. Судя по тому, что Кита выходил и направо смотрел. Ну что ж. Либо это еще старая инфа. То, что он сверху остался. Ну, кикерт отлично пока что принимает соперников. Сирсона одет. Но при этом они были. И... И сейчас важнейший ретейк. Ну же. Как ушел игрок на тройке с прицела Джейма. Сирсон убивает в ответ. Остался кикерту и Санджи. Минус от кикерта. Два в четыре. Два в четыре. Шансов все равно крайне мало. Сдуги никого. Кикерту нужно проходить церковь. Церковь под углом. Сидит у нас один из игроков атаки. К нему, кстати, прилетает флешка. Тапсона отстрелили. Но Ксантарес вышел моментально на размен. Забирает одного и забирает второго. Биги побеждает в этом матче. Виртус Про, увы, падает в нижнюю сетку. Санта Ксанта приносит подарки для БИГ. Очень много.